Роман Василенко Роман Василенко Среди великих лидеров не было ни одного посредственного оратора. Посмотрите на эти лица, посмотрите на эти фотографии. Те люди, которые чего-то достигли, те люди, которые в этой жизни оставили о себе след, те люди, которые вошли в историю, вообще в мировую историю, это были великие ораторы. Причем обратите внимание, что в нашей стране, в советской стране, риторику как предмет уничтожили. И риторики в Советском Союзе не было, более того, негласно, она была запрещена. Это очень опасное оружие. Еще раз посмотрите на эти лица. Внимательно, генералы, полководцы, ораторы, люди, которые вели за собой армию, люди, которые вели за собой народ. Для того, чтобы зарабатывать деньги, ты должен уметь говорить, ты должен быть эффективен, ты должен уметь влиять, влиять на людей, доносить свою мысль, ты должен уметь пользоваться этим, пользоваться словом, жестом, взглядом, речью, владеть всем красноречием. Во время публичных выступлений, чем строже выглядишь, тем больше доверия. Полководец, который выходил перед полком, перед дивизией, перед армией, вещал, это призванный оратор, потому что раньше можно было управлять только искусством слова, искусством ораторского мастерства. Люди, которые выходили перед строем, они выходили в военной форме, мундир не может быть расстегнут. Мундир всегда застегнут на все пуговицы. Поэтому изначально школа риторики, строгая школа риторики, предполагает застегнуты все пуговицы. И то, что сейчас говорят, я вижу в комментариях, в социальных сетях меня поправляют, нижняя пуговица всегда расстегнута, это дилетанты, которые на сегодняшний день не покопались в истории и не посмотрели. На то, откуда идет ораторское искусство, откуда идет ораторское мастерство, откуда все полководцы, потому что изначально оратор – это офицер, полностью в застегнутом мундире. Нижнюю пуговицу допускается расстегнуть, когда ты присаживаешься на свое место за стол, чтобы не замять костюм. Любое выступление начинается с себя, со своего внешнего вида. Аккуратный, застегнутый внешний вид. У тебя должен быть всегда костюм. Купи себе костюм или два, которые ты будешь одевать только на сцену. На сцене ты должен быть с иголочки, ничего лишнего. От и до, начиная с обуви и заканчивая твоей прической. Обувь, дамы, идеальная обувь для докладчика – это закрытые туфли, лодочка. Пальчики, пяточки ваши должны быть закрыты, чтобы не отвлекать абсолютно. Мужчины, туфли, идеальные, это черные туфли, всегда новые, чистые, на шнурках. Каблуки не стесаны, аудитория считывает тебя полностью до ниточки. Обувь должна быть чистая. Господа, чтобы вы знали, дамы, когда первый раз встречаются с вами, в первую очередь обращают внимание на ваши руки, а второе – на обувь. Первое – руки, второе – обувь. Имейте это в виду. Как бы вы не любили свой огород, свою дачу, как бы вы не любили свой автомобиль, в котором вы любите покопаться, руки всегда должны быть чистые, никаких траурных ободков под ногтями не должно быть, руки должны быть ухоженные и чистые. Если ты занимаешься финансовым бизнесом, если ты оратор, если ты работаешь с людьми, ты должен соответствовать. Если ты говоришь о деньгах, если ты говоришь о миллионах, и если ты позиционируешься как богатый человек, ты выглядеть должен соответствующе. Мужчины, на вас всегда должен быть однотонный костюм. Костюм – это только пиджак и брюки одного цвета. Не джинсы и пиджак. Не какие-то брюки в клеточку и пиджак. Одного цвета, причем коричневый цвет, не допускается. Ни в коем случае. Коричневый – это цвет у тех людей, которые открывают дверь или консьерж в хороших отелях. Не коричневый. То есть цвет должен быть черный. Черный допускается, либо торжество. Черный костюм допускается. Серый всех оттенков, синий всех оттенков. Костюм допускается. Рубашка. Мужчины, идеально, когда рубашка белого цвета. Белый цвет вызывает доверие, цвет чистоты. Галстук. Никаких цветочков, никаких ярких цветов, никаких орнаментов и огурцов. Это должен быть всегда либо однотонный цвет, либо какой-то геометрический рисунок. Идеально диагональ. Идеально, когда на вашем галстуке прозвиживается диагональ. Прическа. Всегда аккуратная прическа. Если у вас какие-то дефекты на лице, или если в вашей стране, в вашей культуре есть это, как традиция, допускается борода, усы. Но идеально лицо должно быть чистое. Больше доверия, больше открытости. Не надо ничего закрывать. Идеально чистое, чисто выбритое лицо. И по большому счету растительность не допускается на лице. То есть лицо должно быть чистое. Атрибуты. У вас не должно быть пластмассовых ручек. У вас не должно быть каких-то дешевых предметов. Все достойные атрибуты. Еженедельник. Портмоне. Визитки. Визиточницы. Дорогие хорошие ручки. Никаких здесь не должно быть больших значков с разными лозунгами. Допускается один небольшой клубный значок. Клубный знак принадлежность к какому-то клубу. Это допускается. Один. На руках не должно быть много печаток и так далее. Допускается одно кольцо на правой руке и один перстень на левой руке. Или наоборот. То есть кольцо по одному. Это касается и дам тоже. Часы. Часы должны быть хорошие. Либо это кожаный браслет, либо это золотой браслет. Это должны быть хорошие часы. И то, и другое хороший тон. На вас должны быть атрибуты успешного человека. Дамы. У дам больше вольности в ораторском искусстве. Но, как правило, это должен быть деловой костюм, закрытая обувь. Юбка не выше середины колена. Если вы юбка или брючный костюм, или юбка не выше середины колена. На дамах не должно быть прозрачной одежды. Ни в коем случае. Почему? Потому что мужчины, у них есть свои особенности и фантазии. И когда он смотрит на даму, на которой прозрачная одежда, у него сразу идет отвечение. Он не слышит о том, что вы говорите. Он будет представлять совсем другое. Поэтому на дамах прозрачная одежда недопустима ни в переговорах в деловой жизни, ни на сцене. Прозрачная никак. То есть, либо это деловой костюм брючный, либо юбка. Причем не выше середины колена. Прическа у дамы всегда должна быть аккуратной. Волосы должны быть собранные. Либо в пучок, либо это стрижка. То есть, не должно быть распущенных волос. Это тоже здорово отвлекает. Как правило, серьги, то есть ювелирные украшения на руках, должны быть сдержанные по одному колечку на руке. Не должно быть на каждом пальце по перстню, по кольцу, по бриллиантам. Косметика сдержанная. Не боевая раскраска дамы, когда вы идете на какой-то голожен. Это должно быть сдержанный, незаметный, сдержанный, незаметный макияж. Дамы, на вас всегда должно быть белье, удобное. Бюстгальтер должен быть всегда. Всегда все должно быть закрыто, ничего не должно торчать и выпячивать. Ничего не должно просвечивать. Понятно это всем? Все это должно быть сдержанно, закрыто, потому что вы занимаетесь бизнесом. Вы должны донести речь. Вы должны донести мысли. Вы должны быть эффективны, а не отвлекаться различными своими прелестями. Чем строже выглядишь, тем больше доверия. Даже посмотрите на эти слайды. На этих слайдах кто вызывает больше доверия? Кто больше располагает к себе? Если вы не на дискотеке, если вы в зале, если вы говорите о бизнесе, о деньгах, кто вызывает больше доверия? Любой доклад начинается с себя. Милые дамы, господа, вы четко должны для себя это взять в свою школу, иметь свои костюмы, в которых вы будете выходить только на сцену. Не допускается быть на сцене в помятом виде. Публика, которая смотрит на тебя, она видит все. Она замечает абсолютно все. Ты не имеешь права неподготовленным выйти на сцену. Как правило, перед любым докладом ты готовишься, у тебя есть помощник, есть человек, который отвечает за организацию. Попросите его, чтобы он тебя развернул, посмотрел, ровно ли у тебя галстук. Все ли у тебя в порядке? Не заправлены ли у тебя брюки в туфли? Нет ли у тебя каких-то пылинок? Застегнута ли у тебя ширинка? Я это видел, потому что на каждом вот таком тренинге я вижу, когда люди выходят утром, я их здесь строю, у них расстегнута ширинка. На каждом тренинге все смеются, а потом на каждом вот таком обучении я вижу, люди стоят, я говорю, магазин застегни. Я не застегиваю, потому что когда человек готовится, у него голова работает о том, что он должен сказать, и он одевается автоматически, а сам уже прокручивает свою речь. И он забывает иногда застегнуться. Посмотри, что у тебя все в порядке, нет никаких ворсинок, пылинок, что у тебя все в порядке. Ты не имеешь права опозориться, ты не имеешь права выйти и чем-то отвлекать. Если ты хочешь быть эффективнее, начни со своего внешнего вида. Встречают по одежке. Это истина, и это не я придумал, а это из поколения в поколение. Отработанное, испытанное, проверенное, утвержденное и доказанное. Твое выступление начинается с твоего внешнего вида. Как ты понравишься аудитории, настолько они тебя будут готовы воспринимать. Если к мужчинам у меня претензий практически нет, то к женщинам у меня очень много претензий всегда. Милая дама, займитесь своим внешним видом, займитесь собой, сходите в салон, займитесь косметикой, макияжем, займитесь своей одеждой, внешним видом. Но когда женщина выходит на сцену, она должна соответственно быть королевой, все должны облизываться, все должны захотеть быть таким же, как ты. Таким же, как ты на сцене, таким же успешным, таким же красивым. Тогда ты за собой людей поведешь, займись собой. Все начинается с внешнего вида, это начало. Внешний вид, это визитная карточка твоего банковского счета. Или это визитная карточка твоего благосостояния, твоего благополучия. Если понравишься ты, то и понравится то, о чем ты говоришь. Если понравишься ты, то вызовешь интерес у публики. А чем же он лучше меня? А что же он делает такое, чего не знаю я? А что же он может сейчас сказать, что же я могу узнать, чтобы стать таким же, как он? Выход. Боги не торопятся. Не нужно идти медленно. Это не должно быть так медленно. Это некрасиво, это может быть даже неуважение. Но, если ты будешь выходить, как солдатик, быстрым шагом, еще сутулившись, это кирдык сразу твоему докладу. Это должна быть размеренная, небыстрая походка, уверенная, с легкой улыбкой, с ясным взглядом, доброжелательным. Даже если у тебя внутри страх, и ты дрожишь, этого никто не заметит в аудитории. Спокойно, размеренно, спокойной походкой ты выходишь. Осанка, дыхание, прямой взгляд, уверенный. Это должно быть уверенно. Посмотрите на этого красавца, Берлускони. Знает цену себе, знает, кто он такой. Он идет достойно, расправив плечи, с улыбкой, уверенный шаг. Научись, потренируйся, это ведь не трудно. Уверенный, спокойный шаг. Боги не торопятся. Собрался целый зал, целая аудитория, чтобы тебя послушать. Если ты будешь выбегать, как слуга, если ты будешь выбегать, как консьерж, который бежит на встречу, это будет некрасиво. Выходить надо с достоинством, потому что ты компетентен, тебя собрались послушать люди, и ты должен с достоинством точно так же и показать себя. Осанка, обязательно осанка. Потренируйтесь, чтобы выходили прямо, не сутулиться. На самом деле это очень просто сделать. Надо приучить свои мышцы держать осанку. Это все воспитывается, приучается. Не сутулься, очень некрасиво. После спокойного, уверенного выхода нужно занять исходное положение. Исходное положение начинается с положения ног. Ноги не должны быть на ширине плеч, потому что некрасиво, особенно для женщин. Дамы, ни в коем случае не ставьте ноги в третью позицию. Вы хотите показать свою фигурку. Но это непрактично и неправильно. Ноги должны стоять не вместе, потому что так вы долго не устоите. Ноги затекают. Вам час выступать, минимум 45 минут. Ноги должны быть на неком расстоянии друг от друга. Расстояние, чтобы рассчитать, между ногами должна входить еще одна стопа. Вот это устойчиво. Во время этой позиции вы можете плавно переносить вес тела с одной ноги на другую. Зал это даже не заметит. Перенося вес тела, вес корпуса с одной ноги на другую, у тебя ноги отдыхают. Ты целый час можешь простоять так. Идеально по сцене ходить, бегать, передвигаться не надо. Когда ты достиг уровня профессионализма, ты можешь позволить себе сделать шаг, но пока ты начинаешь идеально, ты должен сфокусировать на себя внимание, а не мельтешить, как маятник. Это одно фиксированное положение на одном месте, без скачков, без подпрыгивания. Вспомните, когда первоклассника вызывают к доске, и что он у доски стоит? Как он стоит? Да? Или стоит вот так качается? Или вы сейчас стояли там вот так, вот дамочки на каблучок ноги ставили, вот так. Что это такое? Подошва горит. Это знак беглеца, знак неуверенности. Ты можешь об этом даже не осознавать. Ты можешь это делать неосознанно. Или вот так подпрыгивать. Это знак беглеца, знак неуверенности. Люди считывают невербальную коммуникацию, невербальное общение. Ты даже это не понимаешь. Они это не знают. Но невербалка это считывает. И люди уже знают, что ты не уверен. Что ты не тверд в себе. Ты не опытный. И ты не уверенно говоришь. Ну а если ты сам себе не уверен, кто же тебе поверит? Аудитория не будет вестись за тобой. Ты не сможешь донести информацию. То есть должен стоять стабильно. Ноги должны стоять удобно. Дамы, ни в коем случае не третья позиция. Корпус должен быть прямо. Корпус всегда ровно, прямо. Лопатки разведены. Дамы, грудь вперед. Это красиво. Это уверенно. Это стабильно. Подойдите к стене. Вы прижимаете лопатки к стене. Запоминаете эту позицию. Как только сутулились, все. Но вам это нужно делать постоянно. Постоянно. Пока мышцы у вас не придут в тонус. Они у вас уже атрофировались. И вы вот так вот ходите. Вот это делайте упражнение. Если вы согнуты, у вас и голоса не будет. Распрямили грудь. У вас и голос отсюда пойдет из живота. А? Напрямую. Не? Прямой корпус. Положение рук. То есть не по стойке, вот как солдаты стоят по черному коруле. Как правило, вот так выходят все, вот стоят. Или вот так, да? Не так. Не так. Не вот так, как защитники стоят в футбольной команде. Не в гестапо мы. Спокойные руки. Не теребить руками. Не надо ничего теребить. Спокойно собирайте. Не в кулаках. Не вытянутые. Спокойно пальцы собирайте. И руки вот здесь вот. Сбоку. Плечи распрямили. Руки спокойно висят. Это занятие исходного положения. Исходное положение должно быть стабильное. Удобное. Положение головы. Подбородок должен быть параллельно полу. Не нужно встать в боевую стойку. Мы их сегодня убивать не будем. Не нужно высокомерно поднимать голову. У тебя подбородок должен быть параллельно полу. Это исходная позиция. И теперь восклицательный знак. Я специально это поставил на последнее место. Для того, чтобы вы на этом акцентировали внимание. Как вы вышли. Заняли исходное положение. Первое, что вы сделаете, это сделайте паузу для установления визуального контакта. Нельзя начинать речь сразу. Обязательно нужно сделать паузу перед вступлением. Нужно взять внимание. Нужно обратить на себя внимание. Нужно установить визуальный контакт. Пауза не должна быть маленькой. Надо установить тишину в зале. Если у тебя нет визуального контакта, тебя не слышат. Они тебя не услышат. Ты не сможешь быть эффективным. Ты вообще не сможешь сделать доклад. Для того, чтобы изначально правильно установить визуальный контакт, для начала я покажу тебе очень простое упражнение. Выбери три человека. Слева дама сидит. Прямо молодой человек сидит. И справа мужчина сидит. То есть ты выбираешь три человека и смотришь в глаза. Налево посмотрел. Прямо посмотрел. Направо посмотрел. Снова переводишь. Прямо взгляд. Налево. Прямо. Направо. Ты смотришь в глаза троим. Потому что изначально сразу смотреть всем в глаза тебе будет трудно. Привыкнешь. У тебя набьются навыки. И ты сможешь уже видеть каждого. Если ты не смотришь в глаза, тебя не слышат, тебя не понимают, ты не будешь эффективным. Если человек не смотрит в глаза, он врет. Поэтому номер один. Визуальный контакт со всей аудиторией. Если перед тобой огромный зал, есть люди, которые сидят далеко, конечно, ты их даже не видишь. Выбери три человека и общайся с ними. Три. У зала сложится иллюзия, как будто бы ты общаешься с каждым из них. А они будут это воспринимать, как будто бы ты смотришь каждому в глаза. Визуальный контакт обязательно. Выбираешь три человека и смотришь в глаза. По очереди. Не в пол. Не в потолок. Не в стену. Не в стороны. Не на себя. Ты смотришь только в глаза людям, не отрываясь. Вещаешь и постоянный взгляд в глаза. Если этого не будет, ты ни докладчик, ни оратор, и это ничего не стоит. Обязательный визуальный контакт. Каждую минуту, каждую секунду, каждое слово ты смотришь людям в глаза, которые сидят в этой аудитории. Тогда ты слышишь. Глаза – зеркало души. Если ты смотришь в глаза, тогда они тебя воспринимают, тогда ты держишь зал в напряжении, тогда они не засыпают, тогда они чувствуют, как будто бы ты общаешься с каждым из них. Жестикуляция. Большое заблуждение тех людей, которые говорят, если у человека не хватает словарного запаса, он делает это жестами, он жестикулирует. Если у оратора нет жестов, его вообще не слышат. Более того, имейте в виду, что твоя жестикуляция – это 70% успеха твоего доклада. Твоя речь без жестов, она ничего не стоит вообще, тебя никто не услышит. Каждое слово дублируется рукой. В процессе твоего доклада руки должны быть всегда выше пояса, ладони открыты – это открытость. Потому что если вы будете показывать закрытой ладонью жесты, к примеру, так, эта группа садится сюда, этот человек садится туда. Это некрасиво, это давление идет. А если, пожалуйста, эта группа присаживается сюда, а этот человек переходит сюда. Открыто – это уже доброжелательно. Ладонь должна быть открытая. Жестикуляция должна быть в рамках тела. Конечно, если вы играете Шекспира на сцене, допускаются какие-то жесты. Допускается, когда вы иллюстрируете какой-то камень, когда вы иллюстрируете какой-то рассказ, допускаются такие единичные жесты, которые выходят за рамки вашего корпуса. Как правило, жестикуляция постоянно, каждое слово – жест. В рамках вашего тела работают руки, не допускается смыкание рук, кулаки, не допускается пикообразный шест. И если слышали, я тоже слышал некоторых ораторов, которые говорят, вот такой вот жест, когда пальцы смыкают, придает уверенность. На самом деле это возможно, если ты совсем себя плохо чувствуешь, но растопыренные пальцы – это всегда плохо и некрасиво. Второе – смыкать руки не надо. Потрясающие ораторы никогда не смыкают руки. Конечно, если ты работаешь с переводчиком, ты сказал какой-то текст, переводчик переводит, в это время ты аккуратненько можешь сложить руки. Не в кулаки, не в замок, не в боксерскую стойку, не в пикообразный жест. Не нужно, просто аккуратно ты сложил, и никто это не замечает, пока переводчик переводит твой текст. А вообще руки не должны сводиться, они должны работать, они не должны висеть, они не должны быть так, они не должны быть в кармане, не должна быть одна рука, одно слово, один жест. Вот все красноречие полководца. Поэтому, это не просто так, это история, это великие люди пишут, великие люди говорят. Поэтому, каждое твое слово должно сопровождаться жестом. Жест, это дополнение твоей речи, которое означает на невербальном уровне гораздо больше, чем то, что ты произносишь. Мимика должна соответствовать содержанию речи. Если ты говоришь о чем-то серьезном, у тебя лицо должно быть серьезным, оно должно это воспроизводить, оно должно помогать твоей речи. Если ты говоришь о трауре, у тебя должно быть горе на лице. Если ты говоришь о счастье, ты должен светиться, у тебя глаза должны сверкать. Твоя мимика должна соответствовать содержанию речи. Тогда и аудитория тебя точно так же будет воспринимать. В речи, в глазах и в выражении лица оратора должно быть столько же красноречия, сколько в подборе его слов. Дикция. Дикторы центрального телевидения. Вы знаете, что туда попадают по отбору? Упражнения. Перед вами аудитория. Подавляющее большинство людей – визуалисты. Преимущественно визуалисты. Поэтому артикуляция и дикция очень важны. Тебя должны не только слышать, тебя должны воспринимать визуально. В зале много людей. У тебя должен быть четкий язык. Слова нужно чеканить. Выговаривайте каждое слово. Тренируйтесь короговорками. Вас должны слышать и понимать в зале. Артикуляция и дикция. Тренируйтесь. Громкость голоса. Обратите внимание, когда вы дома включаете громко музыку, сначала она бьет по ушам. Когда проходит некоторое время, под эту музыку вы можете легко заснуть. Кто-то засыпал под громкую музыку или под громко включенный телевизор? То же самое происходит, если это будет тихая музыка или тихая речь. Если вы будете говорить все время тихо, в одной тональности, тогда через 7 минут люди в этой аудитории заснут. Если же вы будете говорить громко, в одной тональности, постоянно, через 7 минут люди заснут. Но если вы будете говорить, меняя силу звука, ваша речь должна быть, как американские горки. То тихо, то громко. То тихо, то громко. Речь должна будоражить. Люди должны вздрагивать. Кто был на моих лекциях, обращал внимание, что иногда прямо запредельно делаю такие всплески. Да, зал аж дергается, особенно когда ты с микрофоном. Я не позволяю залу засыпать. Я это делаю осознанно, потому что я знаю, как это работает. И твой голос постоянно должен меняться. Иногда, чтобы сделать акцент, помните, как училка в школе. Дети, тихо! Но вы можете сделать акцент, который будет еще больше услышан, если вы снизите силу звука. Вы можете во время своего доклада, чтобы сделать восклицательный знак, не повышать голос, а наоборот его снизить до шепота. И самое главное, что когда ты снижаешь свой голос до шепота, весь зал затихает. И даже если иголка упадет, люди это услышат. Ты должен уметь управлять силой своего голоса. Твой доклад должен быть, как американские горки. Помните, мы в школе читали стихи с выражением? Тренируйтесь, тренируйтесь. Рассказывайте анекдоты. В звуке голоса заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов. Скорость речи. Люди, которые имеют визуальный тип восприятия, визуалисты, они, как правило, имеют быстрый темп речи, потому что они видят, и они видят то, что даже не успевают проговорить. Как правило, они тараторят очень быстро. Есть люди, которые имеют аудитивный тип восприятия. Как правило, у них средний темп речи. Есть люди, которые имеют кинестетический тип восприятия. Это люди, которым нужно прочувствовать каждое слово. Они говорят обычно медленно. Вы должны четко понимать, как правило, в аудитории или смешанный тип людей, или находятся люди всех типов восприятия. Поэтому вам нельзя говорить быстро, аудитория просто не успеет за вами. Вам нельзя говорить медленно, потому что если вы будете говорить медленно и вытягивать каждое слово, большинство людей будет это бесить. Они будут вас ненавидеть. Поэтому вам нужно выбирать всегда средний темп, тогда вы будете услышаны. Скорость речи очень важна. Нельзя бежать, нельзя тараторить, нельзя медленно тянуть, потому что люди будут беситься. Нужно иметь нормальный средний темп речи. Техника пауза – это очень мощный инструмент. Если ты хочешь быть услышан, если ты хочешь сделать на чем-то акцент, умей владеть техникой пауз. Во-первых, пауза дает людям осмыслить сознание достаточно инертно. Если ты проговорил какую-то мысль, для того, чтобы люди осознали, чтобы сделать на этом акцент, и если ты хочешь, чтобы мысль осталась в головах твоих слушателей, сделай паузу, пусть они осмыслят. Более того, это позволяет тебе собраться с мыслями, даже если ты сбился, такое бывает. Тебя куда-то занесло, и ты подумаешь, о чем же я говорил? Сделай паузу и задумайся. Люди этого не заметят, они думают, ничего, я себя загнул. Вот это да! И они думают, что же он имел в виду? Мудрец! А ты в это время собираешься с мыслями, на чем же я остановился? Что же мне говорит дальше? Ты перевел дыхание, говорит, кстати, и пошел продолжать свою мысль. Техникой пауз надо владеть, обязательно. Если ты взял паузу, то держи ее долго. Делай паузы, в них слушатель размышляет. Осознали? Молчите глубокомысленно. Вами будут довольны, если после задумчивой паузы вдруг энергично продолжите речь. Контрасты завораживают внимание. Интонация. Интонация – это очень важно. В интонации заключается весь смысл речи. Правильно выбранная интонация навсегда засадит мысли в головы людей. Убеждают людей. Только интонация. Вот теперь я скажу вам, почему одного оратора слушаешь непонятно, не достает. А другого оратора слушаешь, ты выходишь как завороженный. Ты выходишь, у тебя его голос в голове. Основной инструмент гипнотизера – это смена интонации. Ты начинаешь говорить в одной тональности, с одной интонацией. В течение некоторого времени, 30 секунд, одной минуты, ты говоришь в одной тональности. Потом ты меняешь интонацию и говоришь то, что ты хочешь сказать. У слушателей мозг работает еще на той волне, которой он подстроился, человеческое сознание, не в состоянии менять сразу же свою вибрацию. Но то, что ты поменял тональность и произнес дальше, это проникает прямо под кору головного мозга, прямо в твое подсознание. И если ты меняешь тональность, тогда это именно и останется в головах твоих слушателей. Это самый мощный инструмент, который есть в мире лингвистики. Изменение интонации. Я хочу вам это донести, потому что если вы на протяжении своего доклада будете менять тональность, обратите внимание на спикеров, на великих ораторов, которые выступают и которых вы можете видеть по телевидению. Обратите внимание на певцов, которые меняют голос до неестественного. Именно это и запоминается людьми, когда ты меняешь тональность. Меняй тональность. Говорите в этой тональности, меняйте на более высокую, говорите более высокую, меняйте, говорите более низкую. Ты всегда будешь попадать в подкорку, тебя будут помнить, всегда будут запоминать то, что ты говорил. Дело не в слове, а в тоне, в каком будет это слово произнесено. Белинский. И, конечно же, юмор. В среднем в твоем докладе каждые 20 минут должна проходить какая-то искрометная шутка. Самый короткий путь к слушателю – это вовремя подобранная шутка, юмор. Обязательно в докладе, любой, даже самый серьезный доклад, можно разбавить какой-то шуткой, каким-то юмором. В общении со слушателем можно заметить, можно поддержать. У тебя должно быть подобрано целый набор игровых штампов. Когда Андрея Миронова спросили, хорош ли тот артист, который играет игровыми штампами, он ответил, если у этого артиста 5 игровых штампов – это плохой артист. Если у этого артиста есть 15-20 игровых штампов – это хороший артист. А если у этого артиста есть 50 игровых штампов – это гениальный артист. У меня есть один знакомый в конферансе в Санкт-Петербурге. Так вот, это уже почтенный очень человек, потрясающий оратор, потрясающий ведущий, потрясающий юморист. У него много блокнотов, он их никогда не отдает. Он слушает телевидение, он присутствует на концертах, он смотрит какие-то выступления выдающихся людей, читает книги и шутки, записывает свою книжечку. Он их периодически перечитывает, потому что все ты не выучишь, но что-то в твоей памяти останется, что-то остается в твоей памяти. Когда ты работаешь с аудиторией, какие-то моменты ты можешь предугадать. Ты же знаешь свое выступление, ты знаешь, предположительно, какая будет реакция. У тебя может быть несколько заготовленных, ответных, искрометных, как бы сымпровизированных шуток к этому выступлению. Но если у тебя подготовлены несколько шуток, много шуток, которые ты подготовил, ты можешь всегда выкинуть какую-то искрометную шутку. Для зала это будет импровизация, но мы с вами знаем, импровизация это для дилетантов. Профессионалы всегда готовятся, поэтому юмор должен быть в твоем выступлении обязательно. Помните, когда Барон Мюнхгаузен говорил, улыбайтесь, господа, ведь серьезное лицо не признак ума. И помните, что большинство глупостей в истории человечества было совершено именно серьезным выражением в лицах. Людям больше нравится, чтобы их развлекали, а не учили. И обратите внимание, когда вы сидите на каком-то докладе, на какой-то лекции, вам всегда нравятся те люди, которые заставляют зал посмеяться. Легче, легче. И он воспринимается лучше. И люди влюбляются в таких ораторов, которые могут пошутить. Имейте это в виду. Если вы будете заваливать людей серьезными фактами, вы будете неинтересны, вы будете скучны. Кратчайшее расстояние между вами и аудиторией – это хорошая шутка. Хотите быть успешным? Шутите. Итак, давайте подытожим. Перед вами сейчас 14 пунктов, которые я с вами проговорил. Сразу скажу, что все одновременно усвоить, применить невозможно. То есть сразу невозможно. Постепенно – возможно. Вы овладеете каждым из этих пунктов. Каждый из этого тренинга выйдет профессионалом, который может открывать любые двери, любых кабинетов, любых аудиторий. Быть профессионалом, быть услышанным и быть просто любимым лектором. Мы знаем, как это делать. У нас есть все техники. Все эти 14 пунктов нужно применять в каждом своем выступлении. Итак, внешний вид. Повторюсь, начинаешь с себя. Ты должен выглядеть как эталон, как новый рубль. Ты должен выглядеть с иголочки. Люди должны хотеть быть похожими на тебя. Люди должны захотеть быть таким, как ты. Осанка и походка. Осанка – прямая спина, расправленная грудь, спокойная, уверенная походка. Положение ног – уверенное. Положение корпуса, положение рук. Обязательно визуальный контакт. Каждую секунду, никуда не отвлекаешься, смотришь только в глаза своим слушателям. Обязательная жестикуляция. Одно слово, один жест. Каждое слово сопровождается жестом. Жестикуляция в рамках тела, в рамках твоего корпуса. Руки никогда не смыкаются. Руки работают обе. Работают обе по очереди, одновременно. Но ты постоянно каждое слово иллюстрируешь своим жестом. Мимика. Мимика всегда должна соответствовать содержанию твоей речи. Дикция. Отрабатывайте каждое слово. Умейте чеканить каждое слово, чтобы вас люди могли расслышать и понять. Дикция и артикуляция. Громкость голоса. Твоя речь должна быть как американские горки. Громче, тише. Громче, тише. Ты этим инструментом должен владеть. Скорость речи. Всегда выбираешь средний темп речи. Техника пауз. Не тараторь. Делай паузы. Овладей этим инструментом. Интонация. Работа интонации. Это ключевой момент в красноречии и в ораторском искусстве. Юмор. В среднем каждые 15-20 минут твоего доклада должна быть какая-то искрометная шутка. Нельзя быть шутом. Но шутить надо обязательно. Итак, внимание на экран. Сейчас вам скажу очень важные моменты, которые в целом покажут всю картину. Значимость того, что ты говоришь для аудитории. Содержание речи всего лишь 7%. Чтобы ты был эффективным и знай, то, что ты говоришь. Содержание. По значимости это всего 7% эффективности твоего доклада. 34% это твой голос. Паузы. Интонация. Сила звука. Как ты работаешь с голосом? Это 34%. И внимание. Это к жестам. Это к визуальному контакту. Это к твоему внешнему виду. 59% то, как ты выглядишь. Вы можете быть отличненько и получить золотую медаль, но в жизни вы ничего не добьетесь, не заработаете. Вас никто не поймет, не услышит, а за вами никто не пойдет. Потому что вы просто знаете, но не умеете доносить. Не умеете влиять. Не умеете быть эффективными. Не умеете доносить это до мозга. Не умеете доносить это до людей. Каждый из вас, кто действительно захочет и пройдет эти испытания, он будет владеть этим в совершенстве. И для него откроется весь мир. К нему придут деньги. К нему придет власть, уважение, авторитет, влияние. Максим Горький. Не всегда важно, что говорит. Но всегда важно, как говорит. И как выглядит. Максим Горький. Все подтверждено классиками. Все подтверждено знаменитыми людьми, которых знает весь мир. Каждое слово базируется на фундаменте практики. Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать сильные впечатления. Не надо не нести пургу. Не неси пургу. Готовься. Говори по сути. Не надо растекаться мыслью по древу. Нужно готовиться, говорить сжато и понятно. Знаете, как тост. Должен быть краткий и громкий, как пушечный выстрел. Тебя понимают. Берегитесь изысканного языка. Язык должен быть прост и изящим. Не умничай. В зале сидят простые люди. Не надо показывать, что ты умнее их и ты их превосходишь. Ты один из них. Им всегда интересно, кто ты. И если ты будешь говорить простым языком, тебя будут слышать. Тебя будут понимать. И не будут пугаться того, о чем ты говоришь. Если ты будешь говорить красивыми неологизмами, которые люди не понимают, что означают, тебя не будут понимать, будут бояться того, чем ты занимаешься. И они не будут вписываться в ту тему, которую они не понимают. Умные фразы, слова, которые непонятны общему количеству людей, они вас не приподнимают, они вас не украшают, более того, они не приближают вас к публике. Вы не будете услышаны, поэтому говорите простым языком, простыми доступными словами, чтобы люди, которые сидят в зале, они чувствовали, что ты один из них, ты практик, ты такой же, как и они, и они тебе будут верить, они за тобой пойдут, потому что ты им нравишься. Не выеживайте. Слово, идущее от сердца, проникает прямо в сердце. Не займи. О чем это? Искренность и переживания. Когда ты рассказываешь о себе, люди это воспринимают. Ты можешь заучить какой-то текст и выйти его оттороторить. Люди это не почувствуют. Но когда ты скажешь такую волшебную фразу, как-то со мной произошел такой случай, и начинаешь рассказывать про себя. Публике интересно, кто ты? Публика хочет знать, кто ты, и как ты этого достиг, и чем ты лучше. Как ты превзошел? Они хотят быть таким, как ты. Поэтому рассказывайте больше то, что вы прочувствуете. Люди мыслят картинками. Человеческое сознание мыслит картинками и иллюстрациями. Поэтому иллюстрируйте свою речь. Рассказывайте свои переживания. Рассказывайте то, что вы можете визуализировать и донести это до людей. То, что вы будете говорить от себя, то, что вы пережили, то, что вы прочувствовали. Более того, когда вы рассказываете какую-то историю, если у вас подходит сюда к горлу комок, у половины аудитории тоже подойдет комок. Если у вас пойдет слеза, половина аудитории будет плакать. Если у вас по коже побегут мурашки, половина аудитории покроется теми же самыми мурашками. Это и есть невербалка, и это и есть то, что говорил Низами. От сердца проникает прямо в сердце. Говорите чувствами, изливайте свои эмоции. Люди вас воспринимают на уровне ощущений и эмоций. При этом взгляд в глаза, зеркало, души. Мы сейчас с вами общаемся, я ни разу не посмотрел ни в пол, ни в потолок, ни в стену. Только в глаза. Умей смотреть людям в глаза и общаться с аудиторией. Более того, аудитория это всегда женщина. Женщину надо хвалить, женщину нужно любить, ее нужно уважать, ей нужно говорить хорошие слова. Ей нужно овладеть. Ты женщине должен понравиться. Поэтому аудитория это всегда женщина. Мужчины, как вы с женщиной ведете себя, точно так же нужно вести с этой милой, любимой аудиторией. Аудиторию нельзя щипать. Если ты подойдешь и женщину ущипнешь, как она на тебя отреагирует? С аудиторией нельзя спорить. Это женщина. Как ты можешь спорить с женщиной? С аудиторией нельзя спорить. Если в зале появился человек, который тебе мешает, который спорит, первый прием, как вас зовут, мы все на вас обратили внимание, мы видим, что вы компетентны, обратите на него внимание. Ему будет приятно, его заметили, он замолчит. Все на него посмотрели. Более того, кто-то из зала обязательно, из зала, кто-то ему сказал, заткнись, мы не тебя тут пришли слушать. Это раз. Если какой-то выскочкой все равно продолжает тебе мешать, что-то выкрикивает, пригласи его на сцену. Он говорит, давайте мы с вами познакомимся, пожалуйста, как вас зовут, пройдите к нам сюда. С каждым шагом его сила будет таять. И когда он появится сюда, он здесь не сможет говорить. Он уже не один из них. Сама аудитория скажет, иди отсюда, уйди, не мешай. Если кто-то тебе мешает, и выкрикивает постоянно, давайте мы с вами познакомимся. Вы кто такой? Расскажите о себе. Что вы хотите сказать? Он тут растворится. Он тут исчезнет по сравнению с вами. Он вообще испарится. Но если ты сделаешь ему замечание там в зале, вся аудитория будет настроена против тебя. Но если ты его вытащишь оттуда, все. Понятно? Никогда не спорить с женщиной. Никогда не спорить с аудиторией. Аудиторию надо любить, надо улыбаться. Умненькая, хорошенькая, миленькая. Как я вас люблю. Ораторское искусство немыслимо, если оратор не овладел в совершенстве предметом, о котором хочет говорить. Естественно, если ты выходишь на аудиторию, ты должен быть готов на все 100%. Компетентен. Потому что может любая ситуация возникнуть в аудитории, которую ты должен парировать или ответить на вопрос. Не значит, что ты в перепалку вступаешь. Но ты должен быть компетентен. Ты не должен задумываться о том, что ты хочешь сказать. Твоя задача задумываться только о том, как ты это хочешь сказать. Как это донести. И достичь цели, с которой ты выступаешь вообще. Зачем ты вышел на сцену? У тебя есть цель. У тебя есть задача, которую ты должен выполнить, если ты здесь на сцене. Вот об этой задаче ты должен думать. Для чего эти люди собрались, чтобы тебя послушать? Что ты должен сделать? Какую миссию ты должен выполнить? Об этом ты думаешь. А не о том, что ты должен говорить. Кто не умеет говорить, карьеры не сделает. Учись говорить. Учись быть эффективным. К тебе придут деньги. К тебе придет уважение. К тебе придет власть. К тебе придет авторитет. К тебе придет красивая жизнь. Перед тобой откроются двери аудитории. Перед тобой откроются двери любых кабинетов. Ты получишь от этой жизни все, что захочешь получить. Учись говорить, учись быть эффективным, учись доносить слово, учись влиять и управлять, учись быть лидером и вести за собой людей. Счастья, здоровья и богатства. Успеха вам на нашем тренинге.